Добрый вечер, мои дорогие подписчики! Добрый вечер, мальчики и девочки! Добрый вечер, все, кто случайно зашел на мой канал! Я рада всех-всех вас приветствовать на своем канале, где я худею сама с помощью интервального голодания и кето-диеты. Мои дорогие, хочу сказать всем просто огромное спасибо, что интересовались, что писали, что сочувствовали моей проблеме. Мне это очень приятно, мне это очень ценно. И просто низкий поклон всем моим дорогим подписчикам и гостям канала за участие в моей такой ситуации. Будем лечиться, будем продолжать худеть. Конечно, ходить я хожу, но спать еще тяжеловато, присутствуют отеки, ноги цветут, мои коленочки разными цветами, гематомы мои. Так что лечусь, продолжаю лечиться, продолжаю худеть. Сегодня я читалась перед вами и сказала, что даже с моими отеками я все-таки за неделю у меня ушло 500 грамм. Итак, мои хорошие, сегодняшнее видео вечернее посвящено вашим вопросам. Вопросов очень много, они повторяются. Я ни один раз в видео эти вопросы уже освещала, но так как приходят новички, приходят, может быть, даже наши старожилы, но которые пропустили эти видео, я повторяюсь. Еще раз говорю, извините, если вам придется слушать эту мою браваду еще раз. Итак, очень много людей меня спрашивают, как же я, если не кушаю мясо, набираю свои белки. Мои хорошие, белки ездят в любых продуктах, не только в мясе, они ездят и в рыбе, и в морепродуктах, в сметане, в яйцах и так далее, и так далее, и так далее. Авокадо, хоть это фрукты, они есть в семенах, они есть в орешках, перечислять очень много. Так как у нас гетодиета, она очень сбалансированная, в ней все присутствует, набрать белков, жиров нет никакой проблемы. По моему дневному колоражу 57 грамм белков в день. Я их набираю очень легко и просто. Мясо я кушаю, конечно, очень редко сейчас, либо я в этой неделе скушала мясо, значит, на ту неделю у меня птица и так далее. Но больше всего я, конечно, кушаю морепродуктов. Морепродукты и рыба у меня присутствуют, поэтому набрать дневной колораж белков делать нечего. 57 грамм, допустим, я просто вам как пример, если я съела 100 грамм тунца, это уже 33 грамма белка, мой дневной 57, 24 я наберу, яйца 13, вот, пожалуйста, уже 46. Два, допустим, авокадо, это уже 48, там, два сметана, вот 50 и 7. Ну, это вообще не вопрос. Организм полноценно питается, у нас все правильные продукты, у нас все, все очень хорошо спонировано, все у нас в достатке, белки, жиры и углеводы. Поэтому набрать мне 57 грамм в день, это вообще не вопрос. Запомните, у всех дневной колораж разный, у всех разное, зависит от возраста, веса, роста и так далее. Так что, вот, я надеюсь, ответила на этот вопрос. Набрать это вообще не вопрос. Это легко и просто. Я проверяла себя 2 недели, я уже вам рассказывала, проверяла себя, правильно ли я набираю свой дневной колораж. Все нормально, у меня были только 2 ошибки, и то очень минимальные недоборы по жирам, там даже по грамму не выходило. Так что, когда вы 2 недели, допустим, вот переходите на кеты, 2 недели тщательно посчитали, честно, да, вы потом настолько привыкаете, что у вас, как отче наш, отлетает это все, и вам будет легко и просто. Поэтому это не проблема. У нас не только в мясе. Белки, белки есть в каждом продукте. Так что, я надеюсь, я эту тему открыла. Второй, очень больной такой вопрос, да. Я, очень много видео у меня повторяются, вот по этому вопросу, но опять же у меня все-таки задают, у меня сегодня и в личку писали, и под видео задавали этот вопрос, принимаю ли я какие-то БАДы. Нет. Когда у меня задают вопрос, я хочу спросить у вас, мои хорошие, зачем? У нас кетодиета, это сбалансированное питание, сбалансированное. Зачем БАДы? Мы кушаем все. У нас есть витамины, минералы, у нас все есть, кальций, магний, калий, все присутствует, натрий. Для чего? Мы же не на голодной диете сидим. Мы кушаем все. У нас кетодиета, это сбалансированное питание. Для чего БАДы? Вы понимаете, что БАДы, это рекламированная продукция, химическая продукция. И делается это для успешной их торговли, этих БАДов. Только и всего, и поэтому будьте бдительны. Для чего вам БАДы? Когда вы кушаете в обычной жизни, вы же не задумываетесь, когда идете в KFC, в Макдональдс, там еще в какие-то быстрого питания. Вот вы кушаете вредные продукты. Вот почему вы тогда о БАДах не думаете, когда вы свой засоряете организм? В кетодиете в связке с интервальным происходит очищение организма. Мы кушаем правильные жиры. Мы кушаем и белки, и жиры, и углеводы. У нас разнообразные. У нас же очень много продуктов на кетодиете. Мы и рыбу, и мясо, и морепродукты, и яйца, и сыры. И много чего мы кушаем перечислять-то. И зачем? Я всегда удивляюсь, когда спрашивают про эти БАДы. Вот настолько у нас народ подсажен. На лекарства и на БАДы. БАДы – это… Ну, ни один БАД, мои хорошие, запомните, ни один БАД не заменит тех минеральных веществ, витаминов, которые находятся в продуктах питания, которые мы кушаем. Вы же садитесь ни на воду, ни на хлеб на один. Вам для чего БАДы-то? Я уже повторяю, что я видела не однажды случаи, когда люди перебирали с БАДами. Это очень страшно. Вы понимаете, что нехватка витаминов, она не так опасна, как её перебор. Перебор и лечится, и может катастрофически принести вам вред. Я просто не понимаю, для чего. Но кето-диета, интервальные связки – это очень сбалансированное, правильное питание. У нас присутствует всё в нашем рационе. Все витамины, углеводы, белки, жиры – они всё у нас есть. Мы не едим вред, мы не едим рафинированные там всякие сахара, жиры и так далее. Если мы масло кушаем, так мы хорошее масло и правильные мы жиры кушаем. Мы не едим транширы, мы не едим пальмовое масло, мы не едим маргарин и так далее. У нас всё в питании присутствует. Пожалуйста, вы сохраняйте бдительность. Непонятно. Вот мне вот такие вопросы непонятны. Когда сбалансированное, правильное питание, люди почему-то спрашивают про БАДы. Зачем они вам? Это химия. Вы все вот эти витамины, минералы возьмёте с продуктов питания. Все боятся магний, калий, натрий. Да всё у нас есть. И в листовых салатах, и в орехах, и в семенах, и в других продуктах. Поэтому, мои хорошие, ну, вы должны понимать, что всё это разрекламировано не случайно. Это лишь для успешной торговли этими БАДами, но никак не с заботой о нашем здоровье. Надеюсь, я вам эту тему тоже открыла. Ни к чему нам БАДы. У нас все витамины, минералы есть продукты, которые мы кушаем. Для чего они вам? Я говорю, я видела случай, когда забивали так свой организм этими БАДами, перевором. Там такие лекарственные получались, гепатиты. Это страшное дело. Вы представляете, сами своими руками можно сколько принести себе вреда. Поэтому, по-моему, если вот касается, что кето-диеты, когда сбалансирована вся у нас еда, и вдруг, и к чему бы я начала пить БАДы. Да они совершенно не нужны. Я прекрасно себя чувствую. У меня улучшились все показатели. У меня полно энергии. У меня всё хорошо. Зачем мне БАДы? У меня все витамины, минералы. Я получаю сполна с продуктов питания. Так что, мои хорошие, я уже в сотый раз говорю на эту тему, что БАДы, при кето-диеты, ну, не нужны. Вы же не живёте в таком месте, где у вас только одна вода продаётся или хлеб. Так что, я считаю, что это совершенно ненужно. И вообще подумайте, прежде чем покупать эти БАДы. Вот, к сожалению, у нас люди приучены к лекарствам, к БАДам. Пошла такая мода, а у нас, если что, начинается в России, то вперёд из песни. Так что, это моё мнение, не только моё, специалистов, что ни один БАД не заменит тех витаминов, которые находятся в продуктах питания. Всё это есть. Вы будете на кето, кто переходит, там же все витамины, там есть все продукты. У нас, говорю, и овощей много, у нас и фрукты. Хотя фрукты, конечно, заграничено больше ягодок, но вот я кушаю, мне совершенно этого достаточно. Я набираю полностью всё. Мне этого всего хватает. Я не ем вредных жиров. Я не ем каких-то сладостей, сахаров, хлебобулочных. И прекрасно. И, пожалуйста, будьте бдительны. Не подсаживайте свой организм. Это совершенно ни к чему и к хорошему это не приведёт. Вот тут можно навредить своими руками самому тебе. Надеюсь, девочки, я тоже эту тему вам открыла. И ещё один вопрос касаемо моих дальнейших планов. Мои хорошие, ну, вы же понимаете, на сегодня я 79 700. Опять повторяю, что я маленького роста. У меня рост метр пятьдесят пять. Работы, как понимаете, очень много. Я в очередной раз не пугаю свой организм, не ставлю каких-то конкретных и жёстких правил для себя. Ну, то, что мне худеть и худеть, я прекрасно понимаю. Да, мне стало легче ходить, мне улучшились все показатели, у меня энергия хоть отбавляет, всё это радует. И даже то, что я после этой травмы как бы более как бы спокойно перенесла, это даже душевно, это заслугка всё-таки, я считаю, моей диеты и моего интервального голодания. Итак, мои хорошие, пишите, задавайте вопросы, отвечу всем и всегда. Если говорю с опозданием, но отвечу всем и всегда. заходите на мой кулинарный канал. Я там периодически буду выставлять, всё-таки у меня плохо, он там ещё работает, плохо реанимирован. Как говорится, я больше внимания уделяю вот этому каналу, но тем не менее, сейчас всё наладится у меня, я буду более чаще туда ставить кулинарные какие-то свои рецепты, чтобы вы понимали, что у нас кушать-то можно и сытно, и вкусно, и при этом худеть. Сегодня я на кулинарном канале готовила рулетики куриные, кому интересно, можно зайти посмотреть. Я не показываю весь процесс, оно ни к чему, я пишу рецепт, мы все взрослые люди, и сделать это легко и просто. Никаких сложных блюд я не делаю, я делаю продукты, всех продуктов в обычных магазинах покупаю, и всё делается легко и просто. Так что, мои хорошие, ещё раз вам всем спасибо за то, что писали, за то, что интересовались, за сочувствие, спасибо, мои родные. Я даже вас всех перечислять не буду, у меня самые, вот всех вот, мои хорошие, всех вот сердечно обнимаю, всех-всех благодарю, и спасибо вам огромное, рада новичкам, спасибо, спасибо, что пришли, спасибо, что подписались, спасибо, что сразу пишите свои комментарии, участвуйте на моём канале очень активно, спасибо всем, приходите, подписывайтесь, ставьте лайк, мне это очень-очень приятно, и очень ценно, и мотивирует, надеюсь, и я каким-то способом приношу вам какую-то пользу, спасибо вам за тепло ваших сердец, столько приятных комментариев вы мне пишите, это очень-очень бодрит, и вот в этой ситуации, которая со мной произошла в понедельник, вы очень-очень мне помогли, спасибо, мои роднульки. Итак, мои хорошие, пишите, задавайте вопросы, подписывайтесь, кто не подписался, не забывайте, не пожалеете поставить лайк, а пока, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok